Всем привет, друзья! Поздравляю всех своих подписчиков с первым днём весны. Это значит, что мы уже перешагнули этот порог зимы и приближаемся к нашей заветной весенней охоте на гуся. С нетерпением жду конца марта месяца, чтобы отправиться на первую охоту этого сезона. У меня в блоге, на фейсбук и вконтакте спрашивают друзья и подписчики, куда собираешься на весеннюю охоту. Да, собственно, пока не определился, куда. Куда-то на юг. Приблизительно, наверное, в Волгоград, Воронеж, Саратов, возможно. Хочется что-то в этом году поменять, посмотрим, как оно сложится. Туда поедем, где будет птица. В любом случае, есть знакомые в тех местах и довольно опытные люди, которые точно могут сказать, какое количество птиц и когда пришло примерно, находятся в данный момент в угодьях. Это как бы один из нюансов этой охоты разведкой и мониторинг до выезда. То есть, вы до выезда смотрите, узнаете у своих друзей, товарищей, читаете где-то на форумах и примерно общую картинку складываете у себя в голове, где, когда птица сейчас находится, в примерной пути миграции. Но сейчас не об этом. Хочу вас, помимо того, чтобы поздравить с первым днём весны, это видео будет не обзорное, это просто будет видео рассуждений, разговор с вами, с подписчиками. Очень рад, что на моём канале у нас набралось уже более 4 тысяч человек. Это приятно, приятно то, что вы смотрите мои видео. И я как бы буду стараться в дальнейшем развиваться в этом направлении. Хотя у меня нет основной такой цели, прям развивать YouTube канал и становиться видеоблогером. Но так как я в этой охоте немного разбираюсь и, соответственно, делюсь с вами какими-то новинками на рынке охоты на водоплавающую, советами по охоте. Ну, показываю свои охоты, как мы охотимся. Большая часть, конечно, остаётся за кадром, потому что всё невозможно снять, тем более в одну камеру, одному самому охотясь. Я думаю, кто снимал, тот меня понимает. Но, тем не менее, я как бы стараюсь подбирать интересный материал для своих роликов. Помимо охоты, как бы на этом канале есть и жизненный быт, и рыбалка. И поэтому я очень рад, что вы со мной. И даже если половина моих подписчиков, даже 2 тысячи человек, действительно фанаты охоты на водоплавную птицу, я очень рад. И, может быть, когда-нибудь к вам обращусь. За помощью, за поддержкой. Если где-то надо будет поддержать, отстоять интересы нас, охотников, на водоплавающую птицу. Надеюсь, что вы откликнетесь и поддержите меня. Ну, поддержите нас, скажем так. Что же ещё хочу сказать? А, ещё часто у меня задают под видео вопросы. Почему так далеко стреляете? Почему зенитите? На самом деле, ребят, снимаю я с GoPro, камеры GoPro. В этом сезоне я буду снимать шестой GoPro Black. Прошлый сезон снимал четвёртый. Она довольно сильно удаляет. Поэтому, если вдруг где-то вам кажется, что это далеко действительно, и гуси падают, то это реально недалеко. Ещё я, бывает, вставляю фрагменты в видео охоты, допустим, весеннее. Она у меня набирается не за одну охоту. Видеоматериал. За несколько охот. Соответственно, некоторые моменты я могу вставить там, где я провожу охоту для людей. Соответственно, без них, без их лиц, но с налётами. Поэтому где-то могу позволить и разрешить людям выстрелить на предельной дистанции. При этом объяснив и показав, что вот разница в том, когда мы стреляем на коротке, как говорится. Но если где-то это проскакивает, то в этом нет ничего такого критичного. Не надо там комментировать с такими фразами. Таких людей я сразу удаляю, закрываю для них доступ. Даже если чуть-чуть в грубость уходят комментарии, просто стараюсь подобрать ту аудиторию, которая действительно ценит мои видео. Или просто игнорирует. То есть тоже, в принципе. Или по-доброму прокомментирует. В общем-то, ответил я на этот вопрос. Ещё в комментариях у меня пишут, почему я разговариваю с собакой на английском языке. Потому что я её привёз из Лузианы в 2012 году, когда мы летали туда на охоту командой Call of Hunt. У нас летало несколько человек. Пять или шесть, не так помню. Но не суть в этом. В том, что собака росла там до шести месяцев. Я её привёз сюда. Соответственно, сейчас она знает и русские, и английские команды. Но их команды, пять-шесть команд. И это не значит, опять же, что если я разговариваю с собакой команды на английском, видео смотрим, с другом разговариваем по-русски, и при этом пишут такие комментарии. Вот Америкос там, Пиндос и так далее, и так далее. Мне это неприятно, ребят. У меня много друзей американцев, таких же охотников, как и вы, и я, на водоплавающую. И никак наши отношения на политику не замыкаются. У нас общий интерес именно охоты на водоплавающих. Чему-то я учусь у них. Чему-то мои друзья учатся у них. Но считаю, что это непорядочно, такие вещи писать. И поэтому я тоже таких людей сразу блокирую, удаляю и забываю о них. Просто уже четыре тысячи подписчиков, это всё же такое начало, которое даёт понятие, что тебе важно на твоём канале. Для чего он. И ты начинаешь уже понимать, на какие комментарии действительно стоит обращать внимание. На какие просто нужно закрыть глаза, удалить человека и забыть. И не пытаться ему что-то объяснить. Никогда не пытаюсь объяснить, потому что это бесполезно. Неизвестно, кто там сидит с противоположной стороны, что за суслик, и пытается мне тут объяснить. Вот. Поэтому ещё раз спасибо, что вы со мной. Поддерживаете меня. Хочу остановиться на том, что канал этот не приносит дохода за сколько времени он существует. Не помню, с какого года, с 11-го что ли, не буду врать. Принёс дохода порядка 200 долларов, наверное. 200 долларов за 5 лет это не тот доход, которым можно действительно заниматься. Может быть большие каналы, у которых там под миллион подписчиков и прочее, они приносят как бы доход. И они действительно люди над этим работают и зарабатывают этим. Ну, мне просто важно, чтобы у меня была поддержка какая-то в плане решения таких вопросов, которые нацелены на нашу с вами охоту на водоплавающие. И плюс ваша оценка того материала, который я снимаю, и плюс поддержка, не поддержка, а помощь тем, кто действительно начинает заболел охотой на водоплавающие и начинает охотиться и не знает с чего начать. То есть, мои ролики, я думаю, помогают многим освоить манок, прийти к правильной охоте, и это очень положительно. Потому что отзывы и от друзей, и по телефону, и от подписчиков в соцсетях довольно положительные, и мне это очень нравится. Вот. Что ещё хочу сказать. Сезон у меня, как я сказал, начинается в конце марта. Первый выезд мой будет где-то неделю, может быть, две. Вот. Потом я буду, скорее всего, здесь, где-то по центральной части России, и несколько коротких выездов сделаю с клиентами, с друзьями, если получится. Вот. И думаю, на этом сезоне я это закончу. Все уже, наверное, мои подписчики знают, кто смотрел ролик предпоследний, по-моему, после этого. Вот. У меня пополнение в семье, и это вносит свои коррективы в охоту. И, собственно, обязательства семейные, значит. Вот. Что ещё хочу сказать. Хочу сказать, что в течение марта месяца, до выезда на охоту, я на своём канале выложу порядка четырёх роликов. Вот этот вот будет первый, и ещё ролика три, ну, максимум четыре. Выложу информацию. Ваш вопрос, мой ответ. Это, в первую очередь, вопросов очень много накопилось. Вот. Буду отвечать на них. И пару обзоров на маскировочной сети, которые я использую для охоты на гуся. И скородок для собаки, полевой автомат. То есть, будет два обзора и два ответа на вопрос, не считая этого видео. Два блока с ответами на ваши вопросы. Поэтому, я думаю, поддержу вас перед началом сезона, расскажу кое-какие нюансы. И, может быть, что-то новое для себя подчеркнуть. Поэтому, спасибо вам ещё раз, что вы остаётесь со мной. Те, кто первый раз смотрит, подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик. Есть такая функция, нажать колокольчик. И вы всегда будете в курсе последних моих видео на канале. Ну, и продолжим разговор на следующих роликах. Ну, и потом уже на охоте. С весной вас, друзья. Пока.